Вместо полуразрушенного и частично сгоревшего здания, сегодня здесь уже виднеются черты универмага купца Сухова. Здание, построенное в 1880 году, оживает с каждым днем. Десятки лет дом стоял без крыши, долгие годы не отапливался. Сегодня на объекте завершают фасадные реставрационные работы. В прошлом году была восстановлена крыша вдоль Малотобольской. Теперь работы идут со стороны социалистического проспекта. Чтобы реставрировать здание, которому больше 140 лет, понадобились серьезные вложения, и не только собственника. Мы используем собственные кредитные средства. С прошлого года мы пользуемся поддержками фонда, Алтайского фонда поддержки предпринимателей. Это предоставление льготного кредита. Мы получили кредит для финансирования постройки котельной, плюс некоторого инженерного оборудования. Это нам очень помогло. Для нас очень примечательно, что это первый опыт взаимодействия с бизнесом на предоставление мер поддержки, на реализацию такого масштабного, значимого мероприятия. Мы надеемся, что это будет трендом, и другие предприниматели, воодушевившись вот таким замечательным примером, будут также восстанавливать память от культурного наследия. Общая сумма инвестиций в проект – 120 миллионов рублей. Впереди еще много работы, но уже известно, что в здании откроют кафе на 250 мест, которое будет специализироваться на блюдах традиционной русской кухни из местных алтайских продуктов. Кстати, это позволит создать порядка 45 рабочих мест. Мы достаточно ограничены в изменениях по фасадной части здания, то есть есть проект, есть охранное обязательство, поэтому мы сделаем так, что оно будет выглядеть примерно как 140 лет назад. Напомним, что работы на объекте ведутся уже порядка трех лет. Довести до ума старинное здание в самом центре города собственник планирует до конца следующего года. Ирина Корчагина, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком.